Так, я связываюсь с Эриксасом, минуточку. Ольга, вы нас слышите? Ольга. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, я вас слышу. Слышно ли меня, скажите, пожалуйста? Да. Давайте я вас познакомлю. Это мои коллеги Элис Андреевна, Жанночка и Арина Владимировна. Многие из нас были в вашем прекрасном отеле несколько лет назад, когда еще работала там ваша земляк и коллега Вероника Узер, Мотовилкина такая была. Наверное, да. Да, она нас познакомила даже с итальянцем, который, забыл его имя, к сожалению, который, сейчас не могу вспомнить, который проектировал отель. И он нас, вот эта башенка, которая у вас красивая в конце, где у вас бассейн, фонтан с лошадьми и высокая башня, он нас туда приглашал, когда еще шла стройка. Мы снимали ваш прекрасный отель вечером, когда было великолепное шоу цирка Дю Солей. Поэтому нам очень повезло побывать в вашем отеле, очень его любим. Оль, покажите нам, пожалуйста, его, а то у нас ностальгия совсем уже замучила нас. Что у вас там, как сейчас погода в гостинице? И, собственно, вам слово. Давайте. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо за ваши теплые слова. Действительно, вы правы, Land of Legends – это удивительное место, ни с чем не сравнимое место. Я бы сказала, самое яркое, самое солнечное, то есть самая такая активная, полная адреналина, как раз-таки точечка на Анталийском побережье. И сейчас, опять-таки, с вашего позволения, то есть я немножечко переведу камеру, чтобы вы смогли насладиться красотами, опять-таки, Land of Legends. Как вы понимаете, сейчас мы находимся с вами на Торговой улице, да, то есть как бы именно на той улице, где у нас сконцентрировано 100 различных марок, магазинов. Это как международные бренды, точно так же и бренды турецких производителей. Напоминаем, что, опять-таки, по концепции нашего отеля, то есть, в принципе, посещение Торговой улицы для всех гостей, неважно, в какой сети отеля они проживают, будь то Риксов, либо не Риксов, безусловно, идет на абсолютно бесплатной основе. И все гости, которые приезжают, опять-таки, на Анталийское побережье, имеют такую замечательную возможность приехать в Land of Legends, и, безусловно, посетить нашу Торговую улицу, насладиться потрясающим шоппингом. Ценовая политика, кстати, точно такая же, как ценовая политика в Анталии, поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые зрители, пожалуйста, не беспокойтесь по этому поводу. И, безусловно, то есть, как бы, опять-таки, посетить наш тематический парк, как вы знаете, аналога, которому нету не просто в Белике, но и, в принципе, по всей Турции, да, то есть, я бы сказала, такой, скажем так, ну, опять-таки, пример либо Диснейленда, либо Феррари Уорлда, который, в принципе, очень многие насравнивают с ними, и, опять-таки, как говорится, многие говорят о том, что это потрясающая возможность как раз-таки посетить подобного рода парки и уже прямо находить эту возможность в Турции. Если вы обратите внимание сейчас вот на эту картинку, да, я немножечко прохожу просто по улице, опять-таки, вот, если брать, то есть, скажем так, нашу торговую улицу, то вот идем сейчас по направлению именно к башням, да, то есть, вот это вот потрясающие наши башни, и вот прямо от башен, как вы видите, то есть, у нас идет здесь вот такой вот канал, по которому у нас обычно проплывают, опять-таки, гондулы, и наши гости, которые приходят, либо живут, опять-таки, в Land of Legends, имеют возможность точно так же, то есть, прокатиться на гондуле, сделать потрясающее видео, фото на улице, на фоне как раз-таки всей вот этой вот красоты. Ольга, кто это у вас там на самокатике проехал? Вы знаете, то есть, на самокатике-то у нас проезжает как раз-таки, то есть, именно представитель нашей команды анимации, как вы знаете, то есть, в Land of Legends, то есть, анимация, это не просто анимация, да, которая, как мы привыкли, это как раз-таки профессиональная команда Франко Драгоне, то есть, Франко Драгоне, я думаю, как знают многие, очень многие, это та личность, которая, опять-таки, затронула сердца, то есть, всех людей по всему миру, это создатель цирка Дюсселей, и, в принципе, вся анимация, как раз-таки, которая есть в Land of Legends, это полностью проект от Франко Драгоне, именно по этой причине, когда гости приезжают к нам в отель, то есть, опять-таки, их приветствуют на рецепции команда Франко Драгоне, то есть, полностью на протяжении дня они имеют возможность, опять-таки, общаться с командой Франко Драгоне, то есть, и в отеле, и в самом тематическом парке, вот как раз-таки вход, да, то есть, для гостей именно отеля в тематический парк, и, безусловно, то есть, вечером, то есть, я думаю, опять-таки, вы не дадите мне солгать, то есть, у нас, опять-таки, проходит феерический, грандиозный, то есть, шоу вечернее Франко Драгоне, которые, честно скажу, вызывают, наверное, слезы у любого человека, насколько бы он, скажем так, не ездит много по миру и не видит много всего. Тем не менее, то есть опять-таки все гости поднимают сразу телефон и начинают прямые трансляции опять-таки в Инстаграме. Подтверждаю ваши слова, потому что присутствовал на вечернем шоу «Цирка Десолей». Действительно, у меня в конце потекли слезы, умиления, радости. Куда-то мне это все отнесло в детство, когда в безмолвной тишине, звучит вальс издалека, и проплывают герои знаменитых сказок и произведений, в лодках, тихонечко смотрят на тебя волшебно. Потом вот тут, где вы стоите, они выходят и бегут к ним дети, можно прикоснуться и с ними сделать все. Оля, мы знаем, что ваш отель довольно прогрессивно относится к расширению, к развитию. Каждый год что-то новенькое происходит. Когда-то он работал только на завтраках, потом он уже перешел на другую систему питания. И что у вас? Вы готовились к сезону 2020-го. Немножко он у нас оттягивается, но ничего страшного. Что вы приготовили? Какие новшества в отеле за вот эту зиму у вас произошли? Скажите, поделитесь, пожалуйста. Безусловно, Владимир, 2020-й сезон мы действительно ждали с нетерпением. И на этот сезон мы приготовили огромнейшее количество сюрпризов. То есть действительно, наверное, чтобы перечислить все, не хватит нашего с вами эфирного времени. Но я хотела бы сейчас как раз-таки остановиться именно на самом грандиозном проекте, который, в принципе, затронет не только гостей Land of Legends и сети отелей РИПС, но и, безусловно, всех, опять-таки, гостей, которые приезжают именно на Антолитское побережье. То есть в этом году, Владимир, мы пошли на расширение нашего тематического парка. То есть и в этом году в тематическом парке, то есть прямо на данный момент мы сейчас отстраиваем как раз-таки деревню Маша и Медведь. То есть это полностью лицензионный продукт от создателей мультфильма Маша и Медведь для наших гостей для всех возрастов. И такой еще вводим детский аттракцион, как Бутермания. То есть, опять-таки, для, скажем так, наших маленьких гостей и их родителей, чтобы можно было садиться в гондолы, управлять потоками воды. Ну и, в принципе, любой ребенок, который пройдет через, скажем так, Машу Медведя, и который посетит Бутерманию, поверьте, он чувствует себя действительно в сказке, ожившей сказке о себя, именно как раз-таки героем, который смог подчинить себе потоки воды. Здорово. Ольга, спасибо за такую информацию общую по гостинице. У нас все-таки эфир называется «Поздний завтрак», и мы обычно здесь что-нибудь вкусненькое готовим. Знаю, что вы на приготовили небольшой сюрприз, и хотел бы тогда предложить вам переместиться в... Так, да, переместиться и продолжить, как говорится, «Поздний завтрак» с угощениями из Land of Legends. Чем вы нас порадуете, чем будете нас угощать? Безусловно, мы точно так же хотели бы присоединиться к вашему завтраку, и дай бог, в самое ближайшее время, то есть мы все сможем это уже сделать не онлайн, а офлайн. И сегодня как раз-таки для вас мы бы хотели показать, то есть, опять-таки, мастер-класс по приготовлению детских коктейлей. То есть, как я уже говорила, у нас появляется новая часть парка, то есть Маша и Медведь, и даже на данный момент уже разработано полностью меню, и опять-таки для наших маленьких гостей, то есть название коктейлей и Маша, и Медведь. И сегодня, я думаю, наши, опять-таки, шеф-повара, то есть нам покажут, как же это все сделать. В принципе, рецепты не такие сложные, поэтому, опять-таки, и вы, и наши уважаемые зрители смогут спокойно это все сделать дома, то есть попробовать насладиться этим дома, а потом уже, приехав в солнечную и красочную Турцию, особенно в отеле Land of Legends, безусловно, скажем так, попробовать свой любимый вкус уже именно в Land of Legends. Сейчас, с вашего позволения, мы будем потихонечку передвигаться как раз-таки в один из наших баров, то есть, где нас уже с вами ожидают, вот, секундочку, мы с вами идем-идем-идем, и вот сейчас мы попадаем в один из наших баров, который как раз-таки у нас находится именно вне отеля, на нашей торговой улице, то есть бар работает у нас 24 часа в сутки, опять-таки, для наших гостей, которые проживают в отеле, и, в принципе, опять-таки, напоминаю, то есть для гостей, которые проживают в отеле, то есть всегда, то есть, ну, в последнее время мы создали новую, радикально новую концепцию, это система All-In, аналог все включено, но, опять-таки, наши гости на основе этой концепции, то есть будут иметь возможность, опять-таки, то есть уже пользоваться многими, огромнейшим перечнем баров, ресторанов на абсолютно бесплатной основе. Сейчас, то есть мы, опять-таки, перешли с вами в бар, то есть вот такой вот замечательный бар, и перед нами стоит как раз-таки представитель, да, то есть нашего отеля, господин Мехмет, который славится, то есть именно тем, что коктейли, исходящие, скажем так, из его рук, это просто произведение искусств, и как раз-таки сегодня с ним мы проведем с вами, ну, последующие несколько минут и познакомимся, как же делать, то есть безлакогольные детские коктейли, то есть в домашних условиях. Всем доброе утро, то есть всем здравствуйте. Сегодня мы с вами будем делать два безлакогольных коктейля. Если у нас хватит времени, может быть, сделаем и три, как говорит Мехмет. Все зависит от нашего времени. Давайте. Во-первых, почему, с чего бы я сразу хотела начать, то есть делая коктейли в Land of Legends, на что мы более обращаем внимание, на чем мы концентрируемся? Безусловно, то есть входя в сеть отелей Rixos, то есть для нас первый момент – это, безусловно, качество, то есть и уровень продуктов, которые используются. Безусловно, в чем это заключается? Выбрав качественные продукты, то есть мы уже после этого, скажем так, сделаем наши коктейли и эти коктейли с очень хорошим уровнем сервиса предоставляем на пробу, на дегустацию нашим гостям. И, безусловно, то есть так как Land of Legends – это исключительно детские отели, рассчитанные для проживания, то есть нашей всех семей, то есть, безусловно, мы стараемся делать коктейли, которые не содержат каких-либо вредных элементов для малышей, да, то есть для наших маленьких гостей. То есть что мы имеем в виду? Это, например, глюкоза, либо это какие-либо красители, либо, скажем так, сахар, да, то есть как бы сладкие элементы, которые могут привести к определенным проблемам у детей братья в возрасте. Безусловно, если брать детские коктейли, опять-таки, то есть это либо фрукты, либо это овощи, то есть как бы настоящие, живые, то есть, а не какие-то выжимки и так далее. Очень хорошая новость, как нам говорит Мехмед, то есть сегодня, в 2020 году, мы с вами открываем наш вместе сезон, вот, делаем наши коктейли из нашего нового меню, опять-таки, детского меню. Вот, ну и, как говорится, мне сегодня повезло, я буду первым человеком, который продегустирует всю эту красоту. Первый коктейль, который мы сегодня будем делать, это, безусловно, коктейль с карлетт. Безусловно, то есть в этом коктейле присутствует очень много фруктов, но основной фрукт это, безусловно, буава. Безусловно, в этот период времени, то есть, ну, точно так же, как и всегда в нашей жизни, очень важный момент – это поддерживать нашу иммунную систему. Многие фрукты, кроме того, что они поддерживают нашу иммунную систему, они точно так же снабжают полезными элементами наш мозг, что тем самым его укрепляется. То есть мы бы хотели даже точно так же вам рассказать, что если брать все оранжевые фрукты, то буава как раз-таки занимает среди них лидирующую позицию по количеству витаминов, и особенно по количеству витамина С. Безусловно, то есть если брать все оранжевые фрукты, то во многих фруктах, как мы говорили, есть витамин С, но в буаве этого витамина все же больше всего. И именно по этой причине как раз-таки сейчас мы с вами будем смотреть, как же делается коктейль именно из этого замечательного фрукта. Сначала, когда мы начинаем этот коктейль, то есть мы берем немножко апельсинового сока. Если вы делаете это коктейль дома и у вас опять-таки нет вот такого замечательного приспособления, то мы можем просто использовать небольшой шейкер, да, в домашних условиях. Смотрите, если у вас дома опять-таки нет вот такого вот штучки для измерения, сколько необходимо наливать, то опять-таки вы можете использовать небольшие стаканчики, да, то есть если помните, турецкие, то есть стаканчики для чая, то есть похожую тару как бы вот именно такого вот, именно такого размера. То есть опять-таки ананасовый сок. Лимонный сок. Безусловно, мы используем свежевыжатую гуаву. Если дома, в домашних условиях, то есть у вас нету по-другой гуавы, что в принципе может быть неудивительным, вы можете опять-таки использовать дыню, вы можете использовать яблоко, вместо, скажем так, компонента гуавы. И, безусловно, сейчас мы используем немножечко меда, то есть, ну, скажем так, такого медового сиропчика. Как этот сиропчик сделать в домашних условиях? То есть вы берете мед и разбудите его с небольшим количеством, опять-таки, горячей воды. То есть это все перемешивается до однородной консистенции и получается вот такой вот медовый сиропчик. А сейчас, то есть мы это все, скажем так, закрываем и начинаем это все вбивать. Кстати, как говорит Мехмед, самый его любимый, как бы, именно момент, это вбитие коктейлей. Вы готовы? Тогда мы начинаем. После того, как мы хорошо это все взбили. Очень вкусно пахнет, как утверждает господин Мехмед, и мы ему верим. То есть берем вот такой вот, опять-таки, лед, да, то есть кладем в закальчик. Чтобы, то есть почему мы его кладем, потому что, во-первых, это благоприятность тому, что наш коктейль будет холодным, и, безусловно, то есть долгое время, то есть мы можем съесть вот именно такой прохладительный напиток. И смотрите, вот так вот его процеживаем. Вот такая вот у нас масса, да. Кстати, пока мы его взмешиваем, взбиваем, хотели, опять-таки, обратить внимание, то есть на игрушки, да, то есть все, опять-таки, производится у нас в Турции, то есть как раз-таки марка Land of Legends, вот, и потом уже, впоследствии, то есть наши маленькие гости, их родители точно так же могут приобрести всю эту красоту, как раз-таки у нас в фирменных магазинах Land of Legends на нашей торговой улице. Вот такой вот ослик, ну, вот это просто... Не могу отвести от его глаз. Наш коктейль то есть уже подходит к концу. Уважаемые зрители, то есть мы сюда кладем, опять-таки, клубничку, цельную клубничку, разрезаем клубничку и на такой вот небольшой, то есть подставочке, то есть, опять-таки, рядышком точно так же можно будет положить ломки клубники, чтобы это смотрелось вот так вот красиво и эстетично. Очень хороший цвет. Безумно вкусно пахнет. Ну, то есть это чисто вот то, что вот я сейчас наблюдаю. Ну, то есть это чисто вот то, что вот я сейчас наблюдаю. То есть, как говорит господин Лехмет, безусловно, то есть мы дополнили эту клубнику, но опять-таки, если нету клубники дома под рукой, то есть не волнуйтесь, любой красный фрукт, то есть нам может подойти, чтобы придать вот такую яркую, красочную атмосферу. И вот, например, коктейль, 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 бутылок, лифт, фосфор, и они все остальные коктейли. Опять-таки напоминаем, что этот коктейль, хотя он и весьма простой, содержит огромнейшее количество витаминов, это витамин А, это витамин Д, это витамин С, то есть опять-таки большое количество кальция магнума, то есть как бы магния, прошу прощения, то есть и других, опять-таки полезных составляющих элементов, которые помогут нашим малышам, то есть расти красивыми, здоровыми, то есть и умными. Приятного вам всем аппетита, как говорит Мехмед. То есть пока я буду с вашего позволения пробовать, ну нет, пока еще не буду пробовать, мне даже жалко нарушать всю эту красоту, то есть мы с вами потихонечку переходим к приготовлению второго коктейля. Мехмед Бэйби. ПОТИЛЬЧЕСКАЯ КОКТЕЛЬ Мы с вами будем делать коктейль из нашего абсолютно нового меню, который был разработан как раз таки по тематике, тематического парка «Маша и медведи», то есть мы сейчас с вами попробуем, будем иметь возможность попробовать коктейль как раз таки «Медведь», в котором точно так же большое количество фруктов, ну и следовательно, точно так же, опять-таки, очень полезен для нашей иммунной системы и поддержания, опять-таки, работы нашего мозга. То есть мы с вами берем именно пюре из мандарина, то есть вот такую, опять-таки, небольшую стопочку, я бы сказала. Берем с вами яблочный сок и если вот, то есть мы помним вот эту вот нашу меру для дозировки, то есть 6 именно, 6 именно стаканчиков, то есть яблочного сока. Берем точно так же лимонный сок. То есть если вы не знаете, как приготовить, опять-таки, именно пюре из мандарина, то вы просто его разрезаете, ну и, скажем так, вот это вот масло немножечко так мнете, да, да, то есть чтобы оно приобрело вот именно такой вот вид пюре, да. И опять-таки мы переходим с вами к взбиванию, то есть нашего коктейля. Подача. Точно так же мы кладем лед. Опять-таки мы его процеживаем, да. Добавляем лед для охлаждения напитка. Добавляем, то есть опять-таки маленькие кусочки фруктов, здесь уже можно использовать оранжевые фрукты, либо опять-таки красные, то, что у вас есть под рукой. И вот получается у вас такой замечательный коктейль. Безусловно, коктейль очень богат витамином С, то есть и опять-таки безумно красивый яркий цвет, я думаю, который наших малышей порадует и не оставит равнодушными. Как говорит Мехмед Бей, то есть мы готовимся к сезону 2020 года, как вы видите, и сейчас мы с вами попробуем первый коктейль, как раз-таки из нового меню, именно 2020 года. Коктейль, напоминаю, который называется «Медведь». Безусловно, желаем вам всем приятного аппетита и опять-таки приятной дегустации. И надеемся, что вам были полезны и понравились наши рецепты и наши советы. Безусловно, если будут какие-то вопросы, мы будем с вами, мы будем рады на них ответить, можем ответить онлайн. Либо опять-таки, если будут какие-то вопросы, вы можете опять-таки передавать информацию нашим коллегам, и мы будем рады, то есть отвечать на полностью все вопросы. Безусловно, даже не верится, что завтра 1 мая уже, в принципе. Ну что, ребята, будем всеми мыслями, мы все здесь приближаем скорейшее начало сезона. Желаем вам хорошего, ребята, настроения, хорошей погоды, скорее установления. И, собственно, первых гостей, Ольга. Спасибо, что уделили время. Господин Мехмед, спасибо. Всем привет в Rixos Land of Legends всей команде. Не скучайте. Спасибо, до встречи. Спасибо вам большое. Огромное вам спасибо за эту возможность. Действительно, благодаря вам мы сегодня точно так же открыли, можно сказать, наш бар, открыли наше меню. Вы наши первые гости. И, как я уже сказала, надеемся, что в самое ближайшее время мы сможем с вами со всеми увидеться именно офлайн, на территории как раз-таки турецкого анталийского побережья, на территории Land of Legends. Спасибо, до встречи, ребята. До встречи. До свидания. Спасибо, до встречи. Все, не знаю, как кто, у меня мурашки, вот, по коже и волосы стоят уже. Ну, прямо у меня все, все, переполнился эмоциями. Хорошо, Олечка, спасибо, до свидания. Переходим, девочки, дальше. Рад приветствовать команду присоединившихся наших звездных горящих агентов. Это Ирина, Оксана, Танечка пропала где-то, а вот, это Ольга у меня ушла и переместились. Все перетасовались, как дамы в колоде. У меня, получается, опять цветник, нету мужиков у нас на эфире никак. Привет, привет. А ты, Вова? Кроме меня, я имею в виду, конечно же, тут сижу. Я себя вижу сейчас в центре, моя иконка в центре, и вот так вот везде одни барышни. Я такой просто вот сижу. Вне конкуренции, вне конкуренции. В цветнике просто. Сейчас сфотографирую. Ну, да. Девчонки, те, кто сейчас присоединился, хочу вас с Санечкой познакомить. Татьяна Шапкарина, представитель острова Хайнань, принимающей стороны в недавнем прошлом. Сейчас она переехала немножко на восток, Малайзия, Сингапур. И я пригласил ее специально к нам на эфир, чтобы Анна поделилась теми направлениями, которые теперь она будет заниматься. И мы получим к ним доступ через работу с ее компанией, ну, понятно, через оператора с принимающей стороной. И, собственно, пару жизненных, бытовых, свежих зарисовок, новостей из Малайзии, Сингапура. Анечка, вам слово приветствую. Владимир, здравствуйте, девочки. Всем привет. Я очень рада всех приветствовать. Спасибо за приглашение. Позвонила на пару минут, а попала на эфир, получается. С вами всегда так, я знаю. Вот, да. У меня произошли изменения в жизни. Я рада была быть представителем компании «Дэм Тревел» с острова Хайнань. Я была рада представить остров Хайнань на рынок Украины. Я безумно счастлива, что он стал пользоваться огромным успехом, популярностью у туристов. Было очень много рейсов. Я уверена на 200%. Как только все возобновится, все границы откроют, рейсы дальше полетят. Направление будет также дальше продвигаться. И граждане Украины будут с удовольствием летать и посещать остров Хайнань. Но мы все хотим что-то нового всегда, всегда хотим перемены. Когда ты уже понимаешь, что нужно немножко выйти из той зоны комфорта, и у тебя есть, в принципе, даже дорога, путь куда, то мы стараемся всегда, конечно, это сделать. На сегодняшний день получилось так, что в тот момент, когда я решила, что все, на Хайнань я себя, можно сказать, так исчерпала, да, я увидела новые горизонты, новые границы, закрыли те же самые границы, получается. Вот. И поэтому получилась такая ситуация, что сейчас нахожусь между, можно сказать, небом и землей. Но я надеюсь, что это, конечно, ненадолго. И сегодня бы я хотела представить свою новую компанию, в которой я работаю, да, получается. Это компания Embassy Alliance. Вы знаете, я не знаю, как у всех, но у меня, например, уже работая практически 15 лет в туризме, с каждой страной есть ассоциация с принимающим партнером. Вот. Ну, не буду хвастаться, да, что Эдем – это у нас Хайнань. Вот. Не буду говорить про другие направления. Но для меня всегда была Малайзия и Сингапур. Ассоциация – это компания, принимающая компания Embassy Alliance. Я ребят очень давно знаю, они из Казахстана, из Узбекистана, Михаил – генеральный директор, вот, Мадина – его супруга, давно занимаются туризмом. То есть компания открыла свой офис в Малайзии с 2005 года. То есть, представляете, да, уже сколько времени. И в 2008 году уже открыли офис в Сингапуре. Вот. Это два своих офиса. И могу похвастаться тем, что в нашей компании самый большой, получается, костяк именно русскоязычных менеджеров, да, и тех ребят, которые занимаются направлением. Вот. Компания, как я сказала, существует на рынке очень давно. Конечно же, мы встречаем Майз-группы. Могу похвастаться тем, что принимали также группы от Тони Робинсона. Да, в Сингапуре проходит его, получается, мероприятие. Вот. Мы были как бы обслуживающей компанией. Плюс, помимо больших групп Майз от 350 человек, да, наша компания разрабатывает индивидуальные туры, разрабатывает всевозможные экскурсионные программы. Вы же знаете, Малайзия настолько интересна и обширна. То есть, помимо того, что есть столичные города, есть еще и островные части, да, куда можно поехать, на пляжный отдых. Вот. Также наша компания, конечно же, занимается комбинированными всевозможными турами. Вот. Плюс, помимо всего прочего, что связано с туризмом, у нас еще есть очень хороший отдел образования. То есть, у нас есть девочки, которые занимаются именно образовательными программами. Мы можем помочь устроиться в школу в Малайзии, в Сингапуре, ребенка, да, устроить. Можем в университет порекомендовать тоже помочь устроить. Если нужны образовательные курсы английского языка, тоже не проблема, мы подберем школу, подберем институт, занятия, где можно жить и устроим, да, студента, и при проживании, и без проживания, и без, и просто на курсы. В общем, очень большие возможности. Также я считаю, что наша гордость, вот честно для меня эта гордость, это наши лагеря. На самом деле, в принципе, вот такая предыстория. Я, наверное, и влюбилась в Малайзию с первых, вот так можно сказать, минут именно в плане образования, именно лагерей. Так как я давно знаю ребят, да, Сэмбаси, Мадина пригласила мою дочь в лагерь, в детский летний лагерь, именно в Малайзию на обучение, на месяц с изучением английского языка. Вот, то есть они уже занимаются более восьми лет именно лагерями образовательными. Получается, что детки делают в это время, целый месяц, да, они изучают английский язык. Помимо этого, всевозможные навыки, например, скоропечатание, да, с закрытыми глазами. То есть у них постоянно проходят какие-то конкурсы, какие-то мероприятия, зарядка, йоги, бассейны. В прошлом году уже была взята в аренду целая школа большая, вот, на 108... В общем, группа в прошлом году была уже 180 студентов именно в этот лагерь, да. Были даже такие моменты, я звоню, говорю, Мадина, слушай, у меня там дочь мне пару дней уже не звонит, ну что происходит? Она говорит, Ань, ну ребенок занят, ну некогда ей. А я ей потом говорю, Алика, ну что такое, ты где? Она, мама, у меня дела, мне некогда. Ну, то есть я действительно очень рада, она вернулась совсем другая, она стала более осознанная, взрослая. Вот, и, конечно, английский язык мы подтянули. В общем, у нас есть туры, конечно, на лето. В этом году, честно, не знаю, что будет. В принципе, школа у нас еще до сих пор в аренде. Некоторые заявки аннулированы, но вот что, как откроются границы, да. Многие родители звонят и просят на данный момент, пожалуйста, пусть это будет. После того, что сейчас все переживают, да, с детьми, блин, 24 часа в сутки, это, конечно, очень сложно при всей большой любви к ним, но все же. Вот, в общем, надеюсь, это все наладится скорее. Но если даже не летом, да, откроют границы, но в любом случае на осень, на зиму у нас тоже есть лагеря, вот, и проходят также мероприятия всевозможные и обучение английскому языку. Поэтому мы будем делать рассылки, конечно, будем делать презентации, вебинары на эти темы и будем держать в курсе.